Ну, что вы можете сказать о Пашпировском? Я уже говорил, так сказать, не буду повторяться, потому что, во-первых, не люблю говорить о других. Но если он говорил, что Иисус Христос передо мной мальчишка, это его слова. Ну, думаю, они сами за себя говорят. Дальше не нужно ничего говорить. Хотя Иисус Христос не в том понимании, как понимать все остальные. Следующий вопрос. Вопрос по поводу мерности. Понимаете, в чем проблема? Почему иногда такие вопросы появляются? У людей же сложилось шаблонное представление, как должно быть объясняться материал. Вот как учили в школе, как учили в университетах и так далее. Понятие мерности я объяснял и показывал в своей книге неоднократно. И там следующее, что пространство, материя имеет свои свойства и качества. Это понятно, да? Конкретное. И пространство в каждой точке имеет свои конкретные свойства и качества. Это понятно, да? Сложно ли это понять? И в книге это написано. Так вот, мы имеем... Начнем вот точка и вот. Ну, условно, скажем так. Конечно, на таком расстоянии мало, что меняется, так? Ну, для понимания, да? Вот одна точка, вот есть другая точка. В этой точке есть свои свойства и качества пространства. И в этой точке есть свои свойства и качества пространства. И они не одинаковы. Вот перепад вот от этой точки сюда, или не важно, какую сторону, и носит название мерности пространства. Оно имеет направление, имеет конкретные величины, которые в моей книге я использую в понятии, что мы все привыкли, что мы живем в трехмерном пространстве, хотя не совсем так. Это наши глаза адаптируют наше восприятие, потому что мы считаем трехмерным пространством. И примером, опять-таки, чтобы это не было гласовано, много здесь сидящих, когда-то ныряли под воду с открытым глазом без маски. Есть такие? Поднимите руки. Ну, видите, довольно-таки много. И как в этом расстоянии, пропорции? Такие же, как в воздухе? Совершенно другие, правильно? Вот вам простой пример, что качественная среда, то есть вода и воздух, находясь в своих гармоничных... Потому что материя всегда стремится к тому качеству, которое соответствует внутренней качеству материи, свойства и качества, совпадают с пространственными. Ведь это мы думаем, что горы, моря, океаны, это случайно возникнет. Ничего подобного. Они повторяют границы, перепадают той же самой мерности. То есть уровень качественного состояния материи. И пространства. Вот эта точка, она не линия идет. Она может в какой угодно форме быть. И материя следует за этой линией и формируется в том виде, какой она есть. И поэтому даже на Земле мы глазами смотрим в воздухе, в воздушной среде у нас одно восприятие, под водой совершенно другое. Под воду мы должны надеть маски, чтобы появился воздух между нами и средой. И тогда кое-как возвращается, не полностью, но возвращается привычное для нас восприятие среды. Но если мы снимем маску, все опять будет деформировано. Все пропорции будут. А мы привыкли к тому, как воздух, потому что мы живем в воздушной среде. А рыбы живут, если в водной среде, и для них, когда они вытаскивают их на воздух, естественно, у них тоже все перепутано с пропорциями и расстояниями. Вот вам, пожалуйста, простой пример понимания, что такое мерность. Это скатчное состояние пространства и материи в данных точках, между точками, перепад мерности от одной точки в другой. Вот и все. Сложно понять? И, между прочим, все это написано в книге. Просто, когда читает, пропускает, мозг не фиксирует, а там, в принципе, каждое слово, я старался воды не лить. Понимаете, что имеется в виду, да? Поэтому каждое слово имеет смысл. Не потому, что я вот хочу это, а вот просто если внимательно посмотрите, все это описано. То, что я сказал сейчас, описано. И похожие примерами. Насчет правды, например, пример ямы на дороге, не помните, да? Но какая разница? То же самое. Я просто иногда меняю примеры, чтобы, может, разные примеры другим помогут понять проще, то, что непонятно с первого раза. Но это суть не меняет. Поэтому ответы есть, просто привычка есть, что должно быть написано. Мерность, черные выделены, и так далее, и так далее. Иногда нужно создать понимание, а понимание создавать нужно плавно. Если просто вывеску повесить, человек зазубрит эту вывеску. Пользуй в этой вывеске, скажите. Если человек выучит, вызубрит, повторит определение. Моя задача как раз в своей книге, я строю их писать так, чтобы человек, читая книги, поэтому рекомендую иногда перечитывать книги, потому что пропускается очень много. Вот когда человек читает в следующий раз, он получается зацепливает больше, 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 и потом все проясняется. Просто иногда не нужно спешить. Я прочитал, значит, все понял. А потом многие мне говорят, что начинаю читать книгу, как будто первый раз ее читаю. Потому что мозг отсеивает. Он принимает только к тому, что готов на данный момент. Чуть больше. Но если чуть-чуть уже раздвинулся, то в следующий раз он зачерпнет больше мозга. А если еще больше, и потом становится, проявляется ясность, просветление знания. Когда человек становится уже на уровне его собственной сущности, это резонанс, и он понимает, как оно уже лежит. Потом говорят, а вы знаете, как получили? А вот знаете, а я, оказывается, все это знал. Это уже было. Да не знали. Это просто когда человек достигает просветления знаний, у него возникает резонанс внутренний, ощущение, что он это себе имел. Это неправильное объяснение состоит, но то, что неправильное объяснение для человека, не меняет сути. Вот когда человек получает просветление знаний, у него возникает родство с этим знанием, что оно становится резонировать с ним внутренним миром. Вот и всего. А не то, что эти знания у него были, и глубоко сидели, так глубоко сидели, что уже он и не мог это стать. Их не было там. И не может быть. Поэтому, вот видите, просто здесь нужно просто внимательно читать слова и вникать в смысл. И если это будет, это будет гораздо быстрое продвижение ваше вперед. Следующий вопрос.